По традиции февраль для различных ведомств, общественных организаций это время подведения итогов. Сколько чего сделано, кому и чем за отчетный период удалось помочь, не исключение и аппарат, уполномоченного по правам человека в Крачево-Черкесской республике. От 10 до 15% восстановленных прав считается здесь хорошим показателем. Наш корреспондент Артур Мхце встретился с Заремой Малатовой, который рассказал о некоторых нюансах своей деятельности. Зарема Назировна, как часто люди обращаются к уполномоченным по правам человека с просьбами помочь им? И какого рода обращения чаще всего к вам приходят? Ну если так взять по цифрам, в 2020 году к нам обратилось 228 человек. Процент восстановленных прав от количества поступивших жалоб составил 14%. А в 2021 году, мы уже подводим итоги, сейчас готовимся к написанию доклада, количество обратившихся граждан 233 человека, процент восстановленных прав 13,5%. В ходе беседы Зарема Назировна рассказала о некоторых направлениях деятельности уполномоченного по правам человека. Так, часть обращений касается недовольства работой коммунальных служб и управляющих компаний. Впрочем, подавляющее большинство писем, звонков уполномоченному связаны с нарушением прав на стадии досудебного и судебного разбирательства. Кроме того, порой незамедлительная реакция официального лица аппарата требует информация о ненадлежащем содержании заключенных в следственном изоляторе. Посетив каждую камеру, ну, именно для того, чтобы побеседовать с этими лицами, я для себя выяснила, не то, что выяснила, установила нарушение прав лица, которые находятся в следственном изоляторе. Когда к нам приходит уже человек, вот как к последней инстанции, мы его можем и час, и два, и полдня выслушать. И они с благодарностью, даже если даешь консультацию или как-то объясняешь способы и механизмы защиты прав, они говорят спасибо большое, с огромной благодарностью, что вы хоть нас услышали. Полную версию беседы с уполномоченным по правам человека в Карачао-Черкесии Заремой Умалатовой смотрите в это воскресенье в программе «События недели в 8 утра». Артрум ХЦ, Роберт Джигутанов, Вести, Карачао-Черкесия.